МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А просто для сравнения. Если, например, среднеевропейский тариф на воду – это 2 евро, то, соответственно, наш тариф – это 10 евроцентов. Вот только об этом идет речь, что должна быть некоторая корреляция, поскольку мы пользуемся теми же расходными материалами, мы пользуемся теми же реагентами, теми же насосами. То есть вот речь только об этом. Это не жадность, это здравый смысл, который исключительно продиктован заботой о потребителе, не более того. Основная забота – это забота о потребителе, потому что мы не в состоянии за 2 копейки сегодня давать то качество, которое достойно жителям Российской Федерации. У нас есть города, территории, где существует достаточно приличный тариф. Ну, какой достаточно приличный? Есть и 30 рублей, есть и 35 рублей за кубический метр. То есть в этих территориях, во-первых, идет нормальное обслуживание систем водообеспечения. Эти территории имеют возможность строить некую инвестиционную политику, привлекать инвестора, они являются интересными, привлекательными для вложения капитала. А исторически так сложилось, что есть территории, которые замерзли на тарифе в 5-7 рублей. Может быть, с точки зрения населения данных территорий, это и хорошо, платить приходится меньше. Но с точки зрения перспектив, это очень плохо, потому что система не развивается, а разваливается. Нет своевременного ремонта существующих головных сооружений, очистных сооружений, всей сети трубопроводов, которые проложены по городам. Все это приходит в негодность, качество подаваемой воды ухудшается. И в данной ситуации очень остро стоял вопрос, каким образом вот этот средний уровень несколько поднять, для того, чтобы тариф, который используется в большинстве муниципальных образований, он был экономически состоятельным, чтобы он позволял вести нормальную экономическую деятельность, как любое предприятие. Это одна сторона вопроса, та, которая касалась тарифов. Второй момент, очень острое обсуждение было с точки зрения использования соответствующих инструментов для привлечения инвестиций в первую очередь. И разговор шел о конце. Здесь есть определенные вопросы, возникающие у руководителей водоканала. В первую очередь, эти вопросы связаны с тем, что в сегодняшних экономических условиях найти те структуры, которые готовы брать основные фонды в концессию и заниматься этой деятельностью, ну, прямо скажем, непросто. За исключением, опять же, некоторых городов, где деятельность по водоснабжению является экономически выгодной. Нам нужно найти такие инструменты, не зацикливаясь на одной концессии, не отвергая эту форму. Кстати сказать, никто не говорит, что концессия является негодной формой, и мы ее перечеркиваем. Но на сегодняшний день, с учетом специфики обстановки, нужно найти все возможные формы для того, чтобы предприятия водоканала могли функционировать эффективно, рационально. Давлеет действительно изношенность всей инфраструктуры, и мы должны найти возможность учесть все инвестиционные потребности. Вот эту задачку мы решаем, применяя те или иные инструменты. Сейчас эти инструменты действительно уже стали довольно сложными в применении, поэтому вот очень большое значение мы поддаем работе с сообществом экспертным, с ассоциацией, в данном случае ассоциацией водоснабжения, водоотведения. Только так мы можем действительно найти оптимальные режимы применения того, что уже создано. Почти вся нормативка, мы считаем, действительно создана. Извините за жаргон. Весь фактически пласт необходимых инструментов, необходимых документов в той или иной степени проработан. Сейчас нам надо научиться, учитывая все ограничения, находить оптимальные режимы. Соответственно, надеемся на слаженную работу, и не только действительно наших федеральных органов исполнительной власти. Мы активно действительно прорабатываем со всеми министерствами, ведомствами, но и, как я повторяю, с ассоциацией водоснабжения и водоотведения. Возглавляю комиссию палаты по местному самоуправлению, ЖКХ и социалки. Я беру определенную ответственность, говоря о том, что нужно повышать тарифы. Общественная палата может вызвать на себя целую серию неприятных разговоров. Как же так? Вот по целой комиссии вы решили, что надо повышать тарифы. Я не скажу из-за того, что сегодняшнее состояние сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения находится в критическом состоянии. Состояние кризисное, не надо умалчивать. Когда мы говорим о том, что 70% сетей требуют замены, когда мы говорим, что водозаборы находятся в неудовлетворительном состоянии, очистные сооружения в неудовлетворительном состоянии, многие не отвечают тем параметрам, которые должны сегодня быть по очистке воды, то возникает вопрос, каким образом это решить. Вопрос, может быть, решил, моя точка, только при изменении тарифной политики. Конечно, бедные люди не должны пострадать, поэтому бедным людям нужно давать субсидии на компенсацию повышения тарифов. А те, которые живут нормально и обеспечены, они должны платить. Сегодня возвращается с политики, мы тут все время говорим о зарубежных странах, нужно говорить о проценте, который платят за ЖКХ, за рубежом, в тариф ходят и которые платим мы. Конечно, мы значительно ниже платим то, о чем говорила Елена Владимировна. И сегодня говорили Минэкономики, что никто не говорит об эффективности. Чтобы говорить об эффективности, нужны деньги. Сегодня есть, конечно, новые способы изменить стоимость кубометра воды, но для этого нужны опять-таки деньги. И сегодня надо учесть один очень важный фактор, что города российские уменьшаются по численности. Уменьшаясь по численности, то количество воды, которое подавалось раньше, оно не нужно. Значит, надо менять водоводы и делать из трубы диаметром 1000 диаметров 500, из трубы 500 делать 300, их надо менять. Это десятки километров. Кто это сделает бесплатно? Реально, государство не возьмет на себя. Поэтому с помощью мер, которые мы предлагаем, это вполне реально. И этого не надо бояться. Если мы хотим жить так, чтобы не было перебоев с водой, если мы хотим, чтобы вода была чистая, чтобы в воде не было то, чего не положено, того же железа или лишнего фтора или марганца, то надо менять систему. Когда мы говорим о повышении тарифов, мы должны ответить на вопрос, сколько надо. То есть вот с этого я начинала в начале, когда я выбрасывала тему для беседы. Понимаете, в принципе, сколько ни дай, всегда будет мало, с одной стороны. Да, денег много не бывает. Мы все это знаем как обыватели. Чем больше даешь, тем больше хочется денег. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что должна быть некоторая система стандартизации. О чем идет речь? Ну, предположим, для того, чтобы наше, там, условно, сетевое хозяйство работало слаженно, нам нужно, чтобы на сетях определенное количество, интервал времени была поверка. Например, раз в месяц сети должны проходить. Я говорю, например, там другие стандартные процедуры должны быть. Если, например, сети не прошли раз в месяц, соответственно, мы имеем достаточно высокую вероятность, что она разрушится. То есть у нее не было плановой поверки. К сожалению, мы имеем такие трагические примеры, о которых все знают, вот при Брянске и так далее. Это как раз та самая история, когда, вот так называемый, плановый предупредительный ремонт нельзя было выполнить из-за нехватки средств и стандартных процедур. И тогда мы говорим, что для того, чтобы содержать систему в надлежащем состоянии, нужно, чтобы были всегда реализованы стандартные процедуры содержания системы. Эти стандартные процедуры стоят стандартных денег. Вот сегодня ассоциация берет на себя смелость сказать, что мы хотим стандартизировать деятельность водоканалов. Мы почему сегодня говорим об отраслевом бенчмаркинге? Не надо, ну понятно, что это такое модное слово, на самом деле речь идет о сравнимых условиях для того, чтобы можно было себя сравнивать с такими же отраслевиками и по миру, и по России. И тогда мы четко понимаем, на основе стандартизации деятельности, на основе сравнения себя с равными себе же, мы четко понимаем, что сколько нам надо. 30-40%, 20%, понимаете? И вот это тоже наша задача, которую мы сегодня пытаемся решить. Мы не говорим о том, что нам надо вот очень много от этого столба и до обеда, простите за такой, так сказать, сленг, но мы точно для себя сегодня эту задачу ставим. Определить, сколько надо, каким образом к этому подступиться. И именно сегодня предлагаем вот эту систему разработать в рамках отраслевого сообщества. Мы ориентируемся на прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год. Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2015 года, вы знаете, это рубеж очередной. В среднем по стране составит, если мы говорим о водоснабжении, ожидаемо около 9,1%, по другим платежам еще меньше. И поэтому я могу в целом только цифру сказать. Среднее прирост платежей граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составит 8,3%. У нас, например, цены на обеззараживающие, на реагенты поднялись кратно, от 3 до 13 раз по разным регионам. Я не могу, к сожалению, сказать, с чем это связано. Федеральная антимонопольная служба сейчас этим озадачена по нашей просьбе. Дело все в том, что такой материал, расходный, как сульфат алюминия, содержит алюминий в своем составе, а алюминий у нас покупается на, так сказать, международном рынке. Ну, соответственно, так же, как и продается. И вот так, как нам объясняют химики, что на их производство, на такой существенный рост повлияла, во-первых, цена на алюминий, во-вторых, как раз кредитные ставки, потому что у них все существенно поменялось. И таким образом, например, те реагенты, без которых мы в принципе не можем существовать, потому что мы не можем подать воду в сеть, они у нас подорожали, там, говорю, кратно. Соответственно, а тариф нам поменяют еще через год. Понимаете, мы имеем право изменять тариф только через год. Поэтому сейчас опять накопим убыток в связи, например, с удорожанием расходных материалов по обеззараживанию. У нас ульфатом алюминия пользуются только те, у кого поверхностные водозаборы, те, кто берут из поверхностных источников. Те, кто пользуются подземными источниками, их эта проблема не коснулась. Но их коснулись другие проблемы. Поэтому, к сожалению, несложно сказать, у всех водоканалов по-разному, в зависимости от объема поверхностной воды. Но вообще, в принципе, это порядка 6-10% от общего объема затрат в водоканале, который использует поверхностную воду. Но это очень оценочно, я прошу меня понять, потому что точнее сказать просто невозможно. Естественно, повысились примерно на 30% цены на трубную продукцию. Повысились, конечно же, цены на все расходные материалы. Ну, понятно, что просто инфляция, она съела достаточно большую часть того, на что мы могли рассчитывать. У нас есть переходный период. Я имею в виду о двух субъектах – Севастополь и Республика Крым. В течение этого переходного периода будет подстроена та модель регуляторики, которая применялась, естественно, в общероссийское правовое нормативное пространство. Соответственно, учитывается, естественно, опыт. И, кстати, есть интересные, скажем так, решения, которые мы так или иначе сейчас прорабатываем на уровне наших методик уже и будет использовано. Если будет принято, обязательно это доведем. Что касается районов, в которых мы находимся, что касается центральных районов, то, конечно, на питьевые цели воды хватит. Но когда мы говорим о Крыме, как о месте, где можно сажать, сеять, выращивать виноград, рис и прочее, то я стою с точки зрения, что воды можно ждать только от Господа Бога. И если воды не будет с неба падать, то мы ее ничем не компенсируем. Поэтому я не хотел бы, чтобы завтра получилось, что я участвовал в этой пресс-конференции и не высказал свою точку зрения. Поэтому, будучи в прошлый раз в Крыму, я посмотрел полностью все водохранилища крымские, их объем, их накопление. Посмотрел, что такое год безводный. Переговорил с министрами и написал свое мнение правительства России о том, что нужно искать способ договорных отношений с Украиной, чтобы Крымский канал не разрушался, чтобы он был задействован. То ли за счет цены на газ, то ли за счет других способов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова